В прямом эфире. Всем здравствуйте. Начинаем наш сегодняшний эфир. Как и анонсировали, мы сегодня встречаемся с вами опять в эмбриологической лаборатории и разговариваем и с эмбриологом, и с репродуктологом. Сегодня, я надеюсь, у нас будет очень интересный разговор и практическая часть мастер-класса, можно сказать. Итак, пока наши подписчики присоединяются, я прошу написать в чатик, хорошо ли нас слышно-видно, и тем временем представлю наших сегодняшних врачей, которые сегодня будут с нами в ближайший час. Итак, Павел Николаевич Додонов, эмбриолог. Здравствуйте. И Людмила Анатольевна Вовк, заведующая отделением, которое у нас называется Центр науционных репродуктивных технологий, центр, который выполняет у нас процедуру ЭКО и в целом лечит бесплодие, да, не только ЭКО. Да, конечно, не только ЭКО. Итак, сегодня ваш беспрецедентный, не побоюсь этого слова, эфир. Мы сегодня будем заниматься витрификацией, правильно, Янзовы? То есть заморозкой. Мы будем заниматься заморозкой. Мы еще сходим в криохранилище, посмотрим, как это все хранится, как это все маркируется, чтобы наши пациентки были уверены, что их биоматериал ни с кем никогда не перепутается. И, конечно же, ответим на все вопросы, которые у вас возникают по ходу нашего эфира. И еще парочка вопросов у нас есть, которые были написаны под постом анонсом. На них тоже ответим. Итак, всем здравствуйте. Мы начинаем. Павел Николаевич, вам слово сначала, да? Да, мы хотели бы сегодня осветить тему витрификации. То есть это та часть, которая находится скрыта у пациентов. То, что мы делаем здесь, чтобы пациенты понимали, как вообще это происходит. Что это вообще такое? Витрификация – это заморозка происходит. Это практически слово «витрис», значит «стекло». Потому что в процессе витрификации заморозки раствор вместе с нервным эмбрион приобретает твердость, такую вот кристаллическую структуру, как стекло, и может дальше храниться уже безопасно. Здесь у нас эмбрионов нет, все безопасно. То есть мы показываем просто саму схему, как бы структуру заморозки. То есть мы сейчас не берем ни чей биоматериал, ни с кем не экспериментируем, будьте спокойны. Мы показываем, как это в принципе делается. Да, эмбрионы до витрификации растут, развиваются в таких инкубаторах мультиказовых. В таких чашках можно показать. Здесь расположены капельки культуральной среды, в которой находятся эмбрионы. По одному, по два. И покрыты слоем масла, которое защищает среду испарения и позволяет сохранить температуру. В то время, когда мы достаем для просмотра эти эмбрионочки. Так. Мы достаем эмбрионы из инкубатора. То есть раньше мы их до этого посмотрели. Поняли, что эмбрионы достигают определенной стадии развития. Они хорошие, их можно замораживать. Достаем чашку и переходим в ламинат. Замораживание производится вот в таких планшетах. Здесь есть углубление, в которое наливается витрификационный замораживающий раствор. Вот, здесь три капельки, по которым мы проводим эмбрион, чтобы он... Последовательно его туда погружаете, да? Да, проводим с соблюдением определенных временных интервалов. Первая, вторая, третья и жидкий развод. Без кривого раствора эмбрион заморозить нельзя. Такое заморозка он не переживет. То есть нужно, чтобы в процессе проведения по кривого растворам вода, которая находится на эмбрион, заместилась на кривопротектор. То есть это вещество, которое защищает его от воздействия низких температур, и позволяет ему максимально быстро сохраняться. Так. Вот, делается это так. А здесь у нас микроскоп-лампа, которая позволяет нам видеть, что у нас находится в чашке. С помощью вот такого инструмента это выглядит как игла. На самом деле это пластик, он гибкий, и внутри есть полость. То есть это такая микро-трубочка, капилляр, в которой мы набираем эмбрион и дальше совершаем уже с ним манипуляцию. То есть можем его перемещать, набирать, выпускать. То есть какая-то тонкая игла, микроработа. Вот, под контролем зрения микроскоп мы набираем эмбрион и помещаем первый раствор. Для экономии времени таймер мы не будем запускать, но на каждом этапе запускается на самом деле таймер, удерживается определенный интервал. Ну вот сколько времени в первой? В первой от 10 до 15 минут, и в двух последующих каплях одну минуту сумма одной. То есть это достаточно быстро такая, собственность? Да. Прошло время, мы перемещаем эмбрион из одной капли в другую, потом в третью. И когда у нас уже весь процесс завершился, мы подготавливаем такой кривоноситель, как он выглядит. Здесь записывается либо маркером пациента, инициалом, какие-то еще дополнительные данные можем написать. Покажем. Так, еще раз, с помощью маркера подписывается либо, возможно, наклеечка. Да, либо наклейка со штрих-кодом, либо можно написать фамилию, имя пациента, номер кривого протокола, дату замораживания, качество эмбрионов, если... Там такая маленькая площадь. Да. Вот это защитный чехол просто. Здесь вы видите пластиковый лепесток, на который сажается эмбрион или ацит. Угу. Вот если видно... Такой маленький, маленький, да. Можно вот так, прям, тоненький. Менятюрный. Да, то есть подготавливается кривоноситель. Чехол здесь. Ага. А теперь то, о чем мы рассказывали на прошлом эфире, это шлюз, который соединяет место, где замораживаются эмбрионы, витрифицируются... Икре у хранилища, да? А это что, это вот такое волшебное достали? Это жидкий азот, который помещается эмбрионам после прохождения всех этапов криворослоя. На последнем этапе мы извлекаем эмбрион из планшета, то есть набираем его в капилляр. И переносите, да? Переносим, да, под контролем эмбрион и переносим эмбрион на вот этот тонкий лепесток. Убираем лишнюю жидкость и помещаем креотоп в азот. Все, в принципе, процесс завершен, то есть эмбрион с криопротектором замороженный, с ним больше ничего не случится. Эмбрион и криопротектор уже приобрели плотность такую, достаточно хорошую твердость, стекловидную, можно сказать. Теперь можно поместить в чехол. Все так шипит, когда помещается в азот? Потому что, да, потому что чехол теплый. Замораживается, да, таким образом? Да, надевается, да. Теперь вы надеваете чехол, прям все в азоте. Да. Немножечко закрываем, все. Ой, где он там? И долго он там будет лежать? Лежать не нужно, то есть мы дальше передаем вот эту ванночку с жидким азотом в криохранилище и перемещаемся, дальше перекладываем этот крионоситель в дюары для дальнейшего хранилища. То есть вы закрыли, и сейчас, если вот никто с той стороны не откроет окошко, она здесь запищит, как нам рассказывал на прошлом эфире Александр Юрьевич, да? Да. Так, тогда мы идем с той стороны открывать окошечко. Как непосредственно хранятся эмбрионы. Ой. Так, здесь мы тоже нашли связь, мы продолжаем. Все, проходим с этой стороны, забираем ванночку с азотом, с этим эмбрионом, который мы заморозили. Если в двух лавах о криохранилище, то эмбрионы и ациты хранятся вот в таких сосудах-диорах. Вот так они выглядят. Разные конфигурации, но, по сути, это просто большой термос, у которого есть две стенки, термоизолирующий материал между ними, и который не позволяет азоту быстро испаряться. То есть это такие очень большие термосы, у них две стенки, внутри жидкий азот, с помощью которого и замораживается, и хранится биоматериал. Так, что делаем сейчас? Вот так, расставать мы не будем, потому что здесь хранятся эмбрионы пациентов. Вот здесь есть вот такие держалки со стаканами. Разноцветные. Да, разные цвета. Выглядит это вот так. То есть вот такой... А, вот эта вот держалочка сверху, которая видна? Помещается в жидкий азот. Ага. Вот. Здесь внутри находится пластиковый стакан. Да. Пластиковый стакан с пеналами разного цвета. Так, а зачем все такое разноцветное? Это для того, чтобы было легче найти эмбрион потом. То есть, если вы заметили, то на всех дюарах есть номера. Какие-то номера, так. Да, номера. То есть, когда мы замораживаем эмбрион, допустим, я хочу заморозить эмбрион вот в этом дюаре. Он имеет 15-й номер. Дальше. Держатель для стакана имеет определенный цвет, допустим, красный. Так, значит, номер дюара – это, допустим, страна, да? Как адрес у человека. Цвет держателя – это будет город. Да, то есть более узкая направленность. И дальше, если я, допустим, взял красный держатель, в нем находится вот такой стакан. Стакан тоже имеет цвет, то есть 15 – красный стакан. Красный. Дальше выбираем пенальчик. Это уже будет улица. Если какой свободный, да, допустим, ну пусть будет снова красный пенал. И в него мы помещаем наш кривоноситель. Вот сейчас на том, на котором мы замораживали, он зеленого цвета, они бывают всего пяти цветов. Они еще тоже разные цвета. Да, разные цвета, еще кривоносители. То есть кривоносители тоже имеет значение. Да. Это уже точно квартира, да? Да. И мы его помещаем в красный пенал. Эти данные дублируются в электронном виде, в журнале, в бумажном. И в бумажном виде. В карте пациента, да? Да, в карте пациента в электронном виде. И в эмбриолисте. Это то, что у вас спрашивают пациенты, да, Людмила Дмила Дмила Дмила? Ну, на самом кривоносителе написано фамилия пациента, номер, эмбрион. И если у нас есть цель, она периодически возникает, разморозить какой-то конкретный эмбрион конкретной пациентки, то мы, следуя этой цепочке, находим номер Диара, открываем, дальше руководствуясь цветом. Давайте еще раз покажу. Да, да, цвет держателя. Клубой там, зеленый, салатовый. Да, они все разные, никогда они не пересекаются. Дальше достаем, ну, соответственно, тоже есть емкость для жидкого азота. Это все в воздухе происходит. Да, эмбрион, точнее, кривоноситель, ни на одном из этапов на воздух не попадает. То есть, все время, когда мы его разыскиваем и рассматриваем, он находится в жидком азоте. Сам, сами кривоносители в пенале, а пенал там внутри находится, да? Да, внутри. Вот мы нашли необходимый стакан нужного нам цвета, находим нужный пенальчик, который маркирован тоже цветом. И уже среди кривоносителей, которые находятся внутри, мы ищем кривоноситель нужного нам цвета. Цвета. Да, если их несколько, мы просто их берем и читаем номера, фамилии, сравним и находим то, что нам нужно. Угу. Тут, походу, подписчики наши спрашивают, цвета не могут быть перепутаны? Оранжевый с красным, например. Но тут я вижу красный и розовый. Но они прям очень отличаются. Красный и розовый. Нет, они прям разные. Да? И вот здесь оранжевый, розовый, красный. Здесь, допустим, вот даже если эмбриолог сочтет, что вот это красный, то, достав вот этот держатель, в нем будет, скорее всего, стакан другого цвета. То есть он сразу поймет, что здесь красный и красный, а здесь, допустим, он достал, а здесь красный, а стакан розовый, зеленый, ну, любого цвета. То есть ошибка выявится уже на этом. Значит, нужно думать, что что-то не то, и куда-то иди туда пошел. Не по тому адресу? Да. Да? Вот. И вот этот тоже достается каким-то нам пинцетом, да, и туда помещается? Да, пинцетом. Так, сейчас. Да, еще раз повторю, что все это делается в толще жидкого азота, что эмбрион на крем-носителе на воздух не достается. Не достается уже. Да, не достается уже. Сейчас, опять, вновь подключу, сейчас еще раз повторю, что там нет эмбриона, что мы просто показываем технологию, что эмбриона на носителе нет. Все, помещаем в нужный нам пинцетчик. И дальше? Да, прописываем эту цепочку, а стакан, да, с креативом возвращаем на место хранения. Получается, таких много может храниться в одном дюаре, да? Вот я, да, перед нашим эфиром посчитал. Вот в этом большом дюаре вмещается до 3000, если по максимуму его заполнить, 3600 крем-носителей. Получается, что эмбриолог с каждым отдельным эмбриончиком так поступает. Последовательно один взял, заморозил, витрифицировал, заморозил, то есть, да, переместил. Если, допустим, у пациентки там 5-10 миллионов, то мы с каждым, конечно, не бегаем. У нас есть ванночка с жидким азотом, вот он стоит, наполненный. Мы замораживаем эмбрион на креативном носителе, складываем сюда, и потом уже все вместе. И у пациентки, получается, все ее креативном носителе хранятся в одном месте? Так получается, с одной функцией, да? Чаще да. Если не хватает места, допустим, в одном пенале, там заполнен, то и другие мы храним другую. Но это в любом случае все записывается, то есть это легко. Фиксируется. Еще вопросик. Сколько может храниться эмбрион? Ну вот сейчас у нас были разморожены эмбрионы на десятилетней давности, да, венантены. То есть, которые хорошо разморозились, дали беременность. Но в общем и целом считается, что практически неограниченное время, если не нарушаются условия хранения. Сколько угодно долго. Я надеюсь, мы успокоили наших подписчиков, что эмбрионы могут храниться долго. Вы можете ими воспользоваться через несколько лет, когда будете готовы, да? Да. Как утверждает создатель февросклора, что он может даже в 2000 лет, но, кстати, смотри, никто не знает. Понятно. Но теоретически сколько угодно долго. Да, морозите только по одному эмбриону на одну соломинку? Да. Да, сейчас это только так происходит. Ну, потому что чаще переносим по одному эмбриону. Поэтому нет смысла морозить вдвоем, потом сразу возникают вопросы. Мы же их не можем разморозить потом по отдельности. Если вдруг заморожены эмбриончики вместе, приходится размораживать вместе, переносить один, а второй повторно витрифицировать. Вот чтобы не было вот этих ситуаций, лучше, конечно, изначально морозить по одному. Еще пришел вопрос, мы на него уже ответили, но давайте все-таки повторим. Есть несколько эмбрионов при разморозке одного, другие тоже размораживаются с ним, если они совместно хранятся от одной пациентки. Нет. А на такой палочке хранится один эмбрион. То есть у нас нет необходимости доставать все кривоносители. Мы выбрали нужный и целенаправленно его размораживаем. Один кривоноситель, один эмбрион. Другие мы не трогаем. А бывает же так, что от одной и той же пункции получаются разные эмбрионы по качеству, замораживаются, соответственно, разные эмбрионы, и в какие-то конкретные переносы вы выбираете, кого переносить, и, соответственно, четко находите именно конкретный эмбрион. Конечно, конечно. Именно по адресу и прописан, чтобы найти тот, который мы хотим. Да, плюс индивидуальная маркировка кривоносителей. Можно на разных цветах заморозить. Допустим, 4БВ зеленые, 3БВ красные. Можно просто подписать. Следующий вопрос. Я, честно говоря, не понимаю. Как понять две криобанки? Что такое криобанки? Может быть... Давайте попросим уточнить вопрос. Да, может быть, криобанк, криохранилище? Не знаю, давайте попросим уточнить вопрос. Не понимаем, не понимаем. Пишите вопрос. Так, есть ли нам еще что-нибудь показать, что можно показать вот в нашем хранилище? Здесь, наверное, все. Да? Да. Так, ПГД делается сразу всем эмбрионом. Там у нас чуть выше был вопрос по поводу, на каком этапе делается ПГД. Ну, я думаю, что этого вопроса мы чуть подробнее коснемся позже. Можно сказать, что если планируется ПГД, то биопсию лучше, конечно, провести эмбрионом до их замораживания. Опять-таки же, потому что потом встанет вопрос о том, что их нужно разморозить, биопсировать и обратно заморозить до получения результата. Поэтому, если есть мысли, если есть показания к проведению генетического тестирования, биопсировать лучше свежие эмбрионы до того, как их заморозили. Все. С одной пункта. Сколько дней часов готовится эмбрион перед крилпереносом? Он размораживается в день переноса. Имеется в виду, наверное, за сколько до крилпереноса эмбрион надо разморозить? Я этот вопрос понимаю так. Он размораживается в день переноса. В день переноса, да, непосредственно перед самим переносом. А сама разморозка, она долго происходит? Вот заморозка, мы поняли, 10 минут там, минутка-минутка, и вот очень быстро. 10 минут. Тоже, то есть все это буквально. Но после этого нужно найти сам эмбрион криопротектора. А вот он размораживается, это просто вынуть из этого азота, и он сам разморозится? Нет, так же, такая же примерно система. То есть проводится по... Жидким средам каким-то перекладочкам. Чтобы он обратно воду направил. То есть процесс нужно как бы прокрутить назад. Здесь мы его лишили воды и заменили криопротектором, а теперь нам нужно обратно. Будет воду восполнить и заменить в обратном направлении. Так, ясно, спасибо. Мы тогда сейчас, наверное, переместимся, выйдем из лаборатории и переместимся в кабинет, где сможем еще ответить на вопросы и поговорить уже, собственно, по теме нашего эфира сегодняшнего. Мы заявили ее, как проходите, мы заявили тему нашего сегодняшнего эфира, ювелирная работа эмбриологов. То есть что можно сделать в эмбриологической лаборатории, чтобы улучшить результаты процедуры ЭКО. Так, мы выходим, проходим в кабинет. И сейчас готовы будем. Вот у нас есть такой красивый кабинет. Людмила Анатольевна. Итак, сейчас у нас начнется вторая часть нашего эфира. Кстати, у нас как раз уже 25 минут от начала эфира прошла. Сейчас я передаю слово Людмиле Анатольевне Вовк. Я буду интервьюером. Людмиле Анатольевне, как врачу-репродуктологу, пациенты ежедневно задают большое количество вопросов, что и как происходит с эмбрионами, как они там замораживаются, размораживаются, как можно улучшить, что с ними происходит. Сегодня как раз у нас наконец есть возможность от эмбриолога напрямую получить ответы на эти вопросы. Поэтому, парень Палач, я в основном вам буду транслировать те вопросы, которые я слышу ежедневно на приеме, чтобы удостоверить свое мнение. Ну, вначале, наверное, хочу с того, вы знаете, вот часто задают вопросы, какие лаборатории эмбриологические в Москве самые лучшие, и мы без ложной скромности всегда говорим, ну, конечно, мы. Не знаю, верят нам или нет, вот хотелось бы от вас услышать, опираясь на что, мы вот действительно можем утверждать, что у нас одна из лучших лабораторий в Москве. Ну, мы, во-первых, как мы понимаем, что мы работаем правильно, и что действительно нам можно доверять, и что мы делаем все хорошо. Да, есть ли какие-то объективные показатели? Да, есть определенные показатели, которые, ну, как они создаются, собираются в ведущие эмбриологи мировые, приходят к какому-то консенсусу и оформляют в виде консенсусов вот эти показатели, то есть на которые нужно равняться, и достижение которых говорит именно о хорошей работе эмбриологической лаборатории. То есть есть какой-то документ, который рекламентирует, что хорошая эмбриологическая лаборатория должна добиваться определенных показателей. Такой это процент? Да, соответственно, процент облодотворения, процент дробления, процент фрагирования бостоцистов. То есть на каждом этапе? Да, ежемесячно мы проводим скрининг, то есть просчитываем эти показатели, раскидываем их по эмбриологам на отделение в целом и смотрим, добиваемся мы или нет. Я так понимаю, что мы добиваемся, да, в соответствии международным регламентам. Если говорить о финальном этапе, то есть о цели формирования бостоцистов, консенсусы рекомендуют, то есть говорят о том, что 40% формирования бостоцистов – это хорошо. У нас намного больше, то есть мы в своей лаборатории можем честно сказать, что у нас процент формирования бостоцистов – 60%. То есть мы с гордостью говорим, что наша лаборатория лучше, и это не пустые слова, мы можем доказать это. Да, у нас это подтверждено документально. Документально. Ну, естественно, каждая пациентка, каждая пара очень ценит индивидуальный подход, поэтому я думаю, что будет не лишним узнать, что вот, да, вот не эти общие слова, что да, хорошо, у нас в среднем хорошее формирование бостоцистов, а рассказать, что вот в каждом конкретном случае вы, как эмбриолог, можете предпринять для того, чтобы повысить результативность нашей работы, в общем. И поэтому я думаю, что, ну, самым удобным будет, вот просто сейчас поэтапно пройдемся по всему эмбриологическому этапу, на функции, да, вот мы готовимся к функции, мы видим растущие фолликулы, у нас пациентки спрашивают, а клеточки-то там есть? И мы, честно, всегда говорим, что, ну, должны быть, но мы их, конечно, на микроскопе не видим. Мы получаем фолликулярную жидкость, передаем вам, и вот в день функции вы можете уже какие-то нам дать, точнее, какую вы нам можете дать информацию по клетке, вот что вы видите под микроскопом, когда получаете? Ну, во-первых, мы видим количество клеток по кумулюсу, ну, немножко отречемся, скажем, что яйцеклетка при получении, это не голая яйцеклетка, а ацид кумулюсный комплекс, то есть клетка, которая окружена сопутствующими клетками. Которая осуществляет ее поддержку. Мы видим вот этот комплекс, и по состоянию можно примерно наценить зрелость, или незрелость, или перезрелость вот этих самих клеток. То есть количество, зрелость, иногда видны дегенеративные клетки, то есть которые мы можем... Ну, и какие-то особенности, да? Особенности, вытянутые клетки, стянутые клетки. То есть, в принципе, наверное, можете отдать и какое-то вот понимание, да, почему же беременность не уступала, если, допустим, с качеством клеток или с количеством мы имеем какие-то проблемы. А если на пункции получаем незрелые клетки, что вы с ними делаете? Бывает так, да? Вот тот же пул, какая-то часть из зрелых клеток, какие-то могут быть незрелые. Что делаем с ними? Ну, во-первых, мы собираем все клетки, то есть на этом этапе никакой выборковки не происходит. Эмбриолог собирает все клетки, дальше уже их рассматривает. Если есть незрелые клетки, то клетки, опять же, не выживаются. Сигнал. Итак, если есть какие-то клетки, которые... Да, если есть незрелые клетки, то мы их оставляем, наблюдаем. Если они в процессе, в течение дня дозревают, то их дальше можно оплодотворять и уже... То есть вы даете второй шанс? Да, конечно. А как вы решаете, каким методом проводить оплодотворение? Бывает, что люди приходят и говорят, сделайте нам их силы. Мы говорим, нет, давайте вот это работаем в релогу, он будет решать. Как вы принимаете решение, какие методы вы дали конкретно оплодотворение, а лучше привести оплодотворение? Ну, первоначально это оценка качества спермы. То есть если сперма позволяет, то можно пойти по пути ЭКО. Ну, также оцениваются предыдущие попытки. Если, допустим, были неудачные попытки, плохой процент оплодотворения ЭКО в предыдущих циклах, то здесь мы, несмотря на хорошее качество спермы, можем сделать ЭКСИ. А если сперма нормальная, то ЭКО делать, то ЭКСИ делать не нужно? Да, тем более, если это первые попытки, когда не было предыдущего опыта, то нужно сделать ЭКО, смотреть, дальше, если что-то плохо, то уже решать вопрос ЭКСИ. То есть первоначально мы нам даем предыдущие ЭКО. Не вмешиваться в природу, чтобы все по максимуму решилась сама. Спасибо. Проверяю удовлетворение, на следующий день мы оцениваем результаты. И дальше у нас некоторые пациентки спрашивают, да, я знаю там количество клеток, я знаю количество ублюдок, но мне очень прямо интересно каждый день, что с ними происходит. Можно их оценивать каждый день или лучше их не трогать, на что это может влиять? Ну, скажем, что отсматривать каждый день их можно, но делать этого не нужно, поскольку каждый раз, когда мы достаем чашку с эмбрионом из инкубатора, меняется PH и температура, и эмбрион попадает в некомфортные для него условия. И плюс в этом нет необходимости, потому что есть вот этапы в развитии эмбриона какие-то ключевые, которые нужно и можно осматривать, допустим, оплодотворение, посмотреть, сколько промыклил, правильно оплодотворился, оплодотворился цикл. Да, то есть здесь железно нужно его достать, посмотреть, пересадить. Дальше вторые сутки, допустим, ну не информативный этап, то есть клетка начинает дробиться, мы можем это посмотреть, но каких-то практических выводов мы из этого не сделаем, то есть на этом этапе лучше эмбриона не трогать и дать ему спокойно развиваться в комфортной любом среде. И оцениваем уже когда? Оцениваем на первые сутки. Можете ли как-то помочь какими-то эмбриологическими методиками развития эмбриона, чтобы вот количество было статистов, чтобы было больше? Ну это, наверное, нужно сказать, это комплекс в целом больше, то есть руки эмбриолога, воздух, газ, откалиброванная аппаратура, уровень вообще оборудования в лаборатории. То есть все это и создает эффект, где-то по проценту добавляется и в целом да, это дает свой результат. А теперь про замораживание хотелось бы узнать. Иногда эмбрион уморозит на пятые сутки, на шестые сутки. По каким критериям вы принимаете решение, что эмбрион готов к замораживанию или к переносу? Мы стараемся замораживать блостоцисты, то есть доводить эмбрион до максимальной стадии, которая возможна в искусственных условиях. Это блостоциста. Блостоцисты дорастают к пятым-шестым суткам. То есть если мы видим хорошую блостоцисту, мы ее замораживаем. Если мы видим, что эмбрион развивается, немножко отстает, мы его расставляем до пятых суток, до шестых, до седьмых даже иногда. И я знаю, что не все клиники выращивают до седьмых суток, но у нас есть и эмбрионы хорошие, блостоцисты и беременности из эмбрионов в седьмых суток. Вот раньше еще был вопрос по ПДД, биопсируем. Какие эмбрионы можно миоксировать, когда это лучше делать? Биопсируем мы блостоцисты, то есть это тоже пятый, шестой, седьмой день. Когда мы видим, что эмбрион набрал достаточное количество клеток, которые можно безопасно у него забрать на биопсию. И после этого он выживет и потенциально может дать беременность. Вот такие эмбрионы и биопсируем. Я здесь хотела бы немножко чуть сделать акцент на том, что он очень скромно рассказывает. Вот для того, чтобы поймать вот этот нужный момент для биопсии, для замораживания. Иногда, ну вот, ну практически сутками здесь эмбриологи проводят на работе, потому что эмбрион может дорасти до биопсии, допустим, в 10 часов вечера. И если у вас стоит до утра, он уже перерастет. Правильно я говорю? То есть может быть уже не самые оптимальные условия для биопсии. Поэтому эмбриологи, ну действительно, как мы говорим, вот они как высиживают. Да, с эмбриончиками их высиживают. Вот имея в виду именно это, что эмбриологи дают время клеткам дозреть для проведения благотворения. Они дожидаются самой оптимальной стадии для гриппансервации, для биопсии, для того, чтобы это было для эмбрионов максимально щадяще. Ну и все это дальше впоследствии вливается в наш положительный результат работы. Наверное, еще вот такой вопрос. Как вы потом выбираете эмбрион для переноса? Потому что, ну, получая эмбриолист, мы видим 4ВВ, 4СС. Естественно, все умеют читать, все понимают, что А – это отличники, как их называют, не очень эмбрион эти названия. Но вот так просто пациенты говорят, да, что А – это хорошее, Б – это, ну, так вот, чуть-чуть похуже на вроде ничего. А – это эмбрионы чуть худшей морфологической оценки. Как вы выбираете, какой эмбрион перенести? И зависит ли это от состояния женщины? Эмбриолог не знает состояния женщины. Ну, это же, наверное, с местной работой, нет? Ну да, здесь может быть пожелание врача, допустим, по стаде, еще что-то. Ну, допустим, если мы вам говорим, выглядит лучший эмбрион, как вы будете его выбирать? Ну, конечно, с буквой А выбираем. Цифра обозначает экспансию эмбриона, то есть его размер, и насколько он расширился, и сколько клеток он набрал. И многоклеточные эмбрионы в категории А, меньше клеток В и малоклеточные С. То есть, если есть задача выбрать лучший эмбрион, то, конечно, А. А под микроскопом вы видите мальчик будет или девочка? Да, как раз есть такой вопрос. Видит ли эмбриолог? Да, сейчас все вопросы, поэтому и задаем. Иногда эмбриологи шутим, говорят, он такая симпатичная, гласпацистка, наверное, девочка. Или такой серьезный, наверное, мальчик, но, конечно, не видит. А в плане генетики, есть ли не приведена генетическая диагностика, можете ли вы что-то сказать про генетику эмбрионов, про его хромосомный набор, только опираясь на морфологическую характерность? Ну, то есть, только по внешнему виду, да? По внешнему виду нет. Корреляции никакой между генетическим статусом эмбриона, простите, и его, так скажем, красивостью никакой нет. То есть, самый худший эмбрион может быть отличным по генетике. Здорово. Да, и самый лучший, допустим, 4-5АА может быть с хромосомной патологией. Тут зависимость никакой нет. И плюс большое проведение генетического тестирования, что мы можем опираться не только на морфологию, а еще и на генетический статус эмбриона. Это как бы дополнительный отбор эмбрионов для переноса. Еще такой вопрос. Вот если у пациентки проходит несколько протоколов, у нее все всегда идет одинаково? Или это каждый раз, каждый раз как заново протокол проводится, нейтрологический этап? Ну, наверное, каждый раз как заново. Ну, плюс-минус может быть в каких-то рамках. Но, потому что, во-первых, состояние организма на момент стимуляции, функции разные. То есть, тогда мы контактировали один полклеток, сейчас и другой полклеток. То есть, другие клетки уже. Присутствуют, во-первых, два человека, женщина и мужчина, два типа клеток. То есть, там было одно, здесь другое. Соответственно, результаты могут разниться. Ну, мои подготовленные вопросы закончились, которые были, может быть, у вас что-то? Так, здесь много вопросов у нас от подписчиков. Сейчас я буду их листать и прямо попутно. А, давайте пока те два вопроса, которые были заданы в ходе нашего анонсирования этого эфира. Они с самого верхнего. Хочется узнать о заморозке яйцеклеток. Насколько эффективны они потом для получения эмбриона? Или лучше сначала получить эмбрионы, а потом криоконсервировать? Если вот на последнюю часть отвечать, то лучше сначала криоконсервировать уже эмбрионы. Потому что яйцеклетки замораживаются, размораживаются немножко хуже, чем эмбрионы. То есть, выход у них меньше. Это связано с особенностями яйцеклеток. Эмбрионы – это многоклеточная структура. А гластацисты, допустим, они состоят хорошие гластацисты, большие. В них больше ста клеток. То есть, если при замораживании, размораживании что-то теоретически с ними случается, то часть клеток гибнет, то в целом эмбрион жив и он профициально может дать беременность. Яйцеклетка – это одна клетка. То есть, любые… Она более нежная, мы поняли. Если она гибнет, то гибнет целиком вся клетка. Ну, я так понимаю, что процент разморозки эмбрионов у нас близится к удачной, успешной разморозке эмбрионов. Мы не ведем статистику, потому что, ну, сейчас просто уровень идентификации достаточно высокий. И, ну, в редких, очень редких случаях эмбрионов не разморозят. Угу. Еще один вопрос у нас там был задан под постом, но я не уверена, что он к эмбриологам. Он не совсем эмбриологический. Как улучшить качество яйцеклеток в протоколе? Ну, я кратко на него отвечу. На самом деле, сейчас этот вопрос поднимается. К сожалению, вот именно в протоколе уже практически никак на качество из клеток не повлиять, потому что мы растим тот пул, который готов в этом цикле ответить. И если женщина подошла в хорошем, подготовленном состоянии, есть шанс получить клетки лучше. Вообще, в принципе, на качество клеток повлиять очень-очень сложно. Но опять-таки, повторюсь, это не эмбриологический вопрос. Сегодня хотелось бы, наверное, сосредоточиться больше на эмбриологии. Поэтому давайте веселиться эмбриологически. Сейчас будем искать вопросы эмбриологические, но и репродуктолог тоже в эфире, тоже идут вопросы. Следующий даже не вопрос, наверное, просто комментарий. У меня была преждевременная овуляция. 18 клеток с одного яичника потеряли в другой клинике. Боюсь, что из-за большого потока будет мало УЗИ, и конвейерный подход, и повторение ситуации. Но вопроса как такового нет. Мы можем сказать, что у нас исключительно индивидуальный подход. Мы можем хоть каждый день смотреть, вообще сложности никакой нет. На УЗИ вы имеете ввиду? Конечно. Приходите к нам, все будет хорошо. Сколько ацитов можно взять с одного фолликула? На каком этапе производится ПГТ? Мы уже отвечали сегодня на этот вопрос, да? На этапе густоцисты. То есть это финальный этап, до которого мы можем доращивать эмбрионы в искусственных условиях. Дальше их нужно либо заморозить, либо перенести в полость матки. Здесь ряд вопросов, на которые мы ответили еще в криохранилище. Да, и на этот тоже ответили, если несколько эмбрионов при разморожении одного. Так, ПГД делается ли всем эмбрионам? Сразу тоже ответили. Сколько дней часов готовится эмбрион перед криопереносом? Тоже обсудили. Эмбрион, это вы про ребеночка говорите? В каком сроке? Нас смотрят подписчики. Очень разная степень информированности. Мы понимаем, что есть пациентки отделений ЭКО, которые очень хорошо разбираются в тематике. Есть те, кто буквально сталкивается, только понимает, что есть вопросы, которые нужно решать с помощью репродуктологов. Поэтому бывают вопросы самого разного характера. Итак, эмбрион, да, это мы говорим про ребеночка, который буквально 5 суток от зачатия, с которым было произведено оплодотворение методом ЭКО или методом ЭКСИ, правильно я понимаю, в эмбриологической лаборатории. Если получилось несколько эмбрионов, и всем необходимо делать, наверное, ПГД здесь написано, как они хранятся без заморозки? Они не хранятся без заморозки. И после этого сразу же эмбрионы замораживаются. То есть у каждого эмбриона это все одномоментно происходит практически, да? Ну, один за другим. Сделали биопсию и замораживаем эмбрионы. А тем временем биопсированный материал уходит другому эмбриону? В лабораторию он уходит. В лабораторию он уходит. В биопсированную материал уходит в генетическую лабораторию. Мы получаем ответ через недели 2-3 и уже тогда потом понимаем, какие из замороженных эмбрионов мы можем использовать для переноса, а какие нет. Так, здесь есть еще комментарии в сроке 3 или 5 дней. Наверное, это ответ на эмбрион. ПГТ? Нет, на вопрос эмбриона, это мы про ребенка говорим или нет. ПГТ сколько дней делается? Только что ответили, да, порядка 2-3 недель. Как понять эмбрион отличник? Как он шифруется? Какими буквами и цифрами? Я думаю, что здесь только стоит передать Павла Николаевича. Отличный? Ну, то есть те самые всем известные А, Б… Да, буквы А. Если он отличный, то это эмбрион АА. Цифры говорят только об его экспансии. То есть размер его, степень его, расширение. Но тут мы должны понимать, что сначала он будет единичкой, потом двойкой, тройкой, четверкой, пятеркой, шестеркой. То есть если это эмбрион перспективный, многоклеточный, то он все равно, даже если мы заморозили три АА, то в организме после помещения окловой сматки для нас стоит 4А, 5А, 6А и имплантируется. А почему букв две? Что такое АА? У бластоцисты два слоя клеток. То есть первая буква обозначает, так скажем, многоклеточность в отличной массе. И вторая буква обозначает количество клеток. Вы хотели что-то добавить? Да, я хотела сказать, что мы всегда, когда на цифры обращаем внимание, пацаны говорят, у меня был стацист-троечница, у меня в виду цифра 3. Мы всегда проводим аналогию, что 1, 2, 3, 4, 5, это как рост ребенка. Да, и нельзя сравнивать ребенок в ростом 150 хуже или лучше, чем ребенок в ростом 120. Сейчас подключимся. После криопереноса в сам день и после, что рекомендуется женщине, чтобы прикрепился хорошо, покой? Или сразу после переноса нужно гулять, ходить? Или нужен покой сколько-то времени? Я вообще советую забыть, что мы встречались всегда, как шутливо, говорю, что я вас не видела, и мы меня не видели, и ничего не было. И жить обычной жизнью. Ну, естественно, там исключить какие-то экстра физические нагрузки. Езду на лошади, да? Да, езду на лошади. А так жить обычной жизнью, как будто бы ничего не произошло. Вот это самое лучшее, если получается абстрагироваться. Отключить голову. Мы даже сейчас после переноса у нас пациентки не лежат. Как только перенос сделан в полость матки, прямо в манипуляционные пациентки встают и идут своими ногами в палату, одеваются и могут идти домой. Поэтому никаких особых желаний, рекомендаций в плане соблюдения и покоя этого нет. Понятно. Ну, тоже вопрос, на который мы уже ответили. Видно ли эмбриологу пол ребенка при переносе? Так, и еще просят повторить, что вы делаете с незрелыми, когда получаете яйцеклетками? Даете им дозреть? Да, с ними ничего не делаем. То есть, если мы видим, что эти клетки незрелые, мы их оставляем, пересматриваем в течение дня. Если клетка дозревает, то дальше ей можно сделать икси, и дальше она будет уже развиваться, как и все другие клетки. Даем второй шанс незрелым, даем второй шанс и возможность тоже родиться. Какие могут быть риски и последствия после ЭКО? Людмила Анатольевна, это к вам. Деревенность. Самый большой риск. Самый большой риск, самое большое последствие. Для того, чтобы избежать каких-то возможных, негативных последствий, пациентки проходят всеми нелюбимые огромные обследования, которые рекоментированы приказом, клиническими рекомендациями. Именно для того, чтобы понимать, что у данных конкретных пациенок никаких противопоказаний нет. И никаких отдаленных негативных последствий стимуляция не несет. Это доказано многочисленными исследованиями. В цикле стимуляции может быть чуть некомфортно, особенно если растет много клеток, особенно если диету не соблюдать, а есть то, что будет нарушать работу желудочно-кишечного тракта. Может быть некомфортно. День пункции и день после пункции тоже может быть скомфорт внизу живота. Ну а дальше в общем и целом стимуляция пункции, сейчас они уже не нарушают обычный ритм жизни. Пациентки также ходят на работу. Ну да, спорт мы исключаем, спорт плаву, жизнь после пункции мы исключаем. А так в общем и целом переносится лечение хорошо, и никаких серьезных ограничений оно не несет. Мне очень понравился риск. Риск – это беременность, наступление есть. Вопрос следующий. Эмбриологи дежурят? Видимо, это когда мы разговаривали по поводу того, что эмбриологи караулят свои клеточки, ну не свои, а своих подопечных. С сутками мы, конечно, не работаем, но если есть необходимость, допустим, сбиопсировать, мы видим, что эмбрионы растут на вечер, даже на ночь, и на следующий день их оставлять нельзя. То мы, конечно, сидим до последнего, биопсируем какие-то эмбрионы, замораживаем. Бывают такие случаи. Бывают у вас задержки на работе, да? Как семья к этому относится? С пониманием. С пониманием. Ну да, вы же можете сделать свои работы счастливыми других людей, как тут не понять. Может ли от гиперстимуляции ацид не оплодотвориться? Нет. Это совершенно разные вещи. Мы получаем клетки, и дальше, вне зависимости от того, развился синдром гиперстимуляции или нет, на оплодотворение клетки это никаким образом не влияет. Но сейчас синдром гиперстимуляции, на самом деле, достаточно редко, если грамотно эту самую стимуляцию проводить, если отменить перенос, если заменить триггер, то риски гиперстимуляции, они практически стремятся к нулю. Но уж точно никакого влияния на эмбриологический этап оплодотворения не оказывают. Если мы клетки зрелые получим. У нас осталось максимум 10 минут эфира. Еще есть вопросы. Спрашивают нас, делаете ли ПГД ранее замороженным эмбрионом? Мы немножко касались этой темы, да? И я так поняла, что мы не рекомендуем. Правильно я понимаю, да? Делать замороженным эмбрионом ПГД? Делаем, да. Если есть, ну, острая необходимость. Пациентам, да, говорим, что лучше сделать сразу, чем потом размораживать и перезамораживать эмбрион. Но если вдруг возникла такая необходимость, да? То есть, если эмбрионы были заморожены давно, не было такой методики, а сейчас перед разморозкой переноски не было? Мы понимаем, что по какой-то причине нам прямо надо, но без этого мы не можем сделать перенос, то, да, технически это возможно. Что они не разморожены? Технически словно сказать, ну, бывает всякое, но у нас практически стопроцентно разморожено. Эмбрион приостановлен, качество связи сделать без остановок. Итак, при крео-переносе риск о том, что они не разморозятся и не будут годны к переносу. Это не нуждельная мера. Потому что, вспоминая работу лет, наверное, 8-10 назад, мы боялись креоконсервации, потому что мы не знали, получим ли он грен назад или нет. И делали перенос в свежих циклах, и вот тогда как раз были чаще гиперстимуляции встречались. Сейчас у нас свежих переносов очень-очень мало, и мы прям благодарны нашим эндрёгам за то, что мы не боимся планировать креопереносы. За счёт этого и лечение программы ЭКО все проходят гораздо более гладко и гораздо более... Результативно. И результативно, и позитивно. И всё это благодаря тому, что появились новые технологии, новые среды, в которых всё это хранится, замораживается. И много методиков. Потому что раньше было медленно замораживание, сейчас витрификация, это прям небо и земля. Витрификация – это вот есть именно такая быстрая заморозка, которую мы только сегодня наблюдали. Можно вернуться к вопросу про количество замораживаемых эмбрионов, что это тоже оттуда из прошлого идёт, когда замораживали много эмбрионов, потому что они плохо размораживались. То есть разморозили 2, 3, 4, из них один выжил, его перенесли. Сейчас такой необходимости нет. Сейчас селективный перенос и селективное замораживание плодом эмбриона. Индивидуальная работа. Как мы любим в нашем госпитале. Следующий вопрос. Здравствуйте. Можно ли забеременеть с детской маткой? Можно, но нужна определённая подготовка. Она просто степень подреагирует на гормональную подготовку. Но скорее, да, просто нужна будет гормональная подготовка. Почему все эмбрионы остановились на пятые сутки развития? Что проверить? Не знаю, кому из вас вопрос. Это очень сложный вопрос. Проверить надо и мужчину, и женщину, потому что поскольку в развитии эмбриона участвуют 2 клетки, то и клеток, потому что непонятно, что сдавали. Но проверять и фрагментацию ДНК сперматозоидов, и исключать какие-то вредные негативные факторы, если они есть, менять образ жизни, нормализовать вес. То есть нужно здесь комплексно работать. И однозначно, и опять-таки же, общей схемой. И так во всем нужен индивидуальный подход. Следующий вопрос такой. Какой эмбрион будет перед первой очередь? Я бы взял 4 ВВ просто потому, что он на один шажок ближе, то есть он на одну стадию, так скажем, дальше продвинулся. Это более многоклеточный эмбрион, но только из вот этих позиций. Скорее всего, что 3 ВВ, который был заморожен параллельно с ним, этот эмбриончик просто чуть-чуть отсталок через некоторое время. Догонит. 4 ВВ. Влияет ли качество эмбрион на то, как он разморозился? А на эмбрион? Вот здесь он разморозился. Видимо, спрашивают про связь с эмбрионом. Я думаю, нет. Если мы получили хороший эмбрион, допустим, была плохая яйцеклетка. Дали ей досреть? Да. Потом дальше все пошло хорошо, вырос хороший эмбрион отличный. Нет замораживания и размораживания никак не было. То есть из такой себе яйцеклеточки, если можно так сказать, да? Получить хороший эмбрион может. Да. Наверное, это уже дальше к вам, Людмила Анатольевна. После ПГТ НИПТ уже не нужен? Нужен. Я рекомендую делать, потому что я, ну как бы я это не скрою, есть ли тех врачей, что нужно перебдеть. И, к сожалению, вероятность ошибки нигде на 100% мы исключить не можем. Поэтому я рекомендую сдать НИП, для того, чтобы спать более спокойно. Все четко и понятно. У меня в эмбриолисте написано 8Б. Что это означает? Какого он качества? Это третий суток. Это третий суток до развития эмбриона. Мы оцениваем третийсуточный эмбрион. То есть цифра 8, это означает то, что он восьмиклеточный был на третий сутки, что соответствует норме. То есть все хорошо. Б – это суммарная оценка всего состояния эмбриона. То есть равность бластомеров, клеточка отдельных на эмбрионе, и наличие и отсутствие фрагментации. То есть это не лучший эмбрион, но хороший. – Хороший. Хороший. Хотя вы этого не поддерживаете, чтобы мы их оценивали. – Нет, это не так. – Так, можно ли делать ЭКО с детской маткой? То был вопрос про беременность. Можно ли беременеть? ЭКО делаете? – Ну, ЭКО, в принципе, это в финале подразумевает беременность и вынашивание ее. Соответственно, если можно вынашивать с маткой, то сделать ЭКО можно. Если вдруг по каким-то причинам матка изменена настолько, что невозможно вынашивание беременности, это показание устрадает по материнству. – Следующий вопрос, мне кажется, акушерский. Семь недель беременности киста правориального желтого тела 13 мм справа ставят гипертонус задней стенки. – Это как у шерогинеколога. – Да. – Найдите в нашей ленте постов, посты, которые ведут акушерогинекологи, и задайте вопрос туда, пожалуйста. Пожалуйста, скажите, при подготовке ЭКО выявлена уреоплазма, стоит лечить или нет? – Уреоплазма относится к условно-патогенной микрофлории и чаще не требует лечения. Если нет никаких жалоб, если нет дискомфорта, если нет воспаления по анализам, то нет, не нужно. – Угу. У нас буквально 3 минутки осталось. Через сколько дней можно лететь после пункции? – Я рекомендую хотя бы дня 2-3 побыть в том городе, в том месте, где вам проводили пункцию, чтобы убедиться, что все в порядке, и потом улетать. – Угу. Кистозно-фиброзная мастопатия может быть противопоказанием ЭКО? – Скорее я бы сказала, что нет. Я не видела на память, не могу вспомнить хотя бы одну пациентку с виброзной мастопатией, которой мамологи бы запретили проводить ЭКО даже со стимуляцией. Но это повод сделать маммографию, это повод сходить к маммологу и решить этот вопрос просто профильным специалистом. – Скажите, пожалуйста, с АМГ 1 и 1 есть вероятность забеременеть самой, или это уже показания к ЭКО? – АМГ никакой, ни 1,1, ни 10, ни 0,1, он не является показанием к ЭКО. Это просто оценка реального резерва. И надо делать ЭКО или нет, это просто дополнительный аргумент. Если уже много времени беременности наступает, если уже проводили, допустим, стимуляцию инсеминации, то с таким АМГ, наверное, уже нет смысла ждать самостоятельно, и надо делать ЭКО. Если вы просто только-только начали планировать беременности с АМГ, и увидели такую цифру, я думаю, что имеет смысл подождать самостоятельно. – Еще один вопрос. Я тренером работаю, через 10 дней перенос. Как быть с работой? Я склоняюсь взять больничный или не рекомендуете? – Если вы тренер, который должен приседать с 30-килограммовой штангой, то, наверное, стоит взять больничный после переноса. А если вы можете ходить и руководить на групповой программе, или у вас какие-то частные уроки, и вы просто даете задание, объясняете, как делать, то никаких противопоказаний. – Следующий вопрос вам, Павел Николаевич. Остановка на 8-х бластомерах. В чем причина? – Ну, тоже сложно сказать. Мы же не можем выделить какую-то одну причину, потому что два типа клеток, часть бициклетка, рецептозоид. Ну, нужно разбираться. Во-первых, смотреть индивидуально. Были раньше программы, как бревны развивались, если росли, не росли. Если останавливались, то на каком этапе также смотреть форгментацию спермограммы. – Я смотрю, что наши вопросы... ...трубой возможно ли ЭКО? – Трубы маточные в программе ЭКО не участвуют никоим образом, поэтому хоть с одной, хоть с двумя, хоть без маточных труб, конечно, в проведении программы ЭКО возможно. – И еще вопрос есть. Если нарушены гормоны, может эмбрион не прижиться? Какие гормоны важны, чтобы были в норме? – Может, конечно. Основной, которую мы проверяем, это ТТГ. При нарушении функций считательной железы мы нашим протокол не поздним. – Ну вот, смотрите, мы как раз... У нас заканчивается эфир, буквально пошла последняя минута, и вопросы тоже в прямом эфире закончились. Остался один, как зовут доктора. Давайте я еще раз представлю. У нас сегодня в эфире была Людмила Анатольевна Вовк, заведующая Центром инновационных и репродуктивных технологий клинического госпиталя МДГрупп. Все наши подписчики знают нас, как перинатальный медицинский центр на Севастопольском проспекте или госпиталь «Мать и дитя» Благодарю всех, кто в этом эфире. Конечно же, благодарю наших докторов, которые этот час посвятили ответам на вопросы наших подписчиков. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Если у вас будут вопросы по ходу нашего прямого эфира, задавайте их под постом, который я сохраню в нашей ленте.